Приветствую вас на канале Cashflow. Сегодня в видео разберем мой портфель, а именно ростовую часть. Обсудим по каким принципам отбирать акции роста на примере моего портфеля. Будет краткий обзор компаний и цели по ним, а также решим, стоит ли вообще продавать акции роста и когда это делать. Лайк, подписка и начинаем. Мой портфель поделен на три части. Это ростовая, рисковая, она же венчурная и дивидендная часть. В данном видео я разберу только первые две. У меня на данном сервисе ведется один общий портфель. Я сделал вот такую табличку, где выделил ростовые активы, ну а рисковые это в основном биотехи. А в следующем видео поговорим о дивидендных акциях, как их выбирать и какой стратегии придерживаюсь я. Итак, цели по портфелю. Ближайшая цель всего портфеля это достичь суммы в 2,5 миллиона рублей к концу 2021 года. Да, конечно, расти она будет за счет пополнений, но и на рост акций я также рассчитываю. И за достижением данной цели вы можете следить. Подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Итак, какие принципы отбора для ростовой части портфеля я использую? Во второй части рубрики «Венчурный портфель» я частично этого касался, когда рассказывал о принципах формирования портфеля. Это было не так давно и принципы у меня не поменялись. Здесь я более подробно разберу эти моменты. Итак, в растущую часть портфеля я покупаю акции, пользуясь следующими критериями отбора. Рост выручки и чистой прибыли должны быть минимум 5% в год. Чем больше этот процент, тем быстрее растет компания и, соответственно, ваше вложение. Очень важный момент при изучении компании – это смотреть на то, как меняется ее собственный капитал. Вы должны искать компанию с растущим собственным капиталом. Почему? Логика здесь такая – если деятельность компании не приводит к увеличению собственного капитала, то есть активы растут медленнее, чем обязательства, то значит компания не развивается, а стоит на месте, то есть находится в стагнации. Такие компании не подходят под понятие «растущую». Далее – высокая маржинальность. Конечно, желательно, чтобы она была не менее 10%, а лучше больше. Почему это важно? Если она будет уменьшаться, то это может привести к снижению собственного капитала. Если в компании происходит какой-то неожиданный спад, то она может легко уйти в операционные убытки. А это формирует отрицательный денежный поток. Отсюда следует, что собственный капитал может снижаться или просто не расти. Далее – низкие долги. Тут логика простая. Компания без долгов может быстро развиваться. Но если вы видите компанию без долгов, то возникает вопрос к менеджменту. Ставки в США сейчас нулевые. Почему этим не воспользоваться? Если менеджмент пользуется этим финансовым инструментом, то важно следить, чтобы эти долги были покрыты ликвидными средствами. Опять же стоит помнить, что краткосрочные долги несут больше риска, чем долгосрочные. Да, у меня в портфеле есть акции, которые не соответствуют этим требованиям. Но я к этим принципам отбора не сразу пришел. С помощью проб и ошибок. Поэтому не судите строго, а лучше поставьте лайк этому видео. Итак, мы выяснили, какие акции покупать для ростовой части актива, а когда их продавать и стоит ли вообще их продавать. На самом деле, очень много может быть причин для продажи. Я перечислю несколько. И сам я стараюсь инвестировать в растущий бизнес и не продавать акции, если не появится одна из следующих причин. В компании может замедлиться рост выручки и прибыли. Скажем, было сейчас 20% и упало на 10%. Далее, если падает маржинальность, акционерный капитал не растет, увеличилась долговая нагрузка или отменили выплату дивидендов, конечно, это не повод сразу продавать акции. Это повод задуматься, еще раз проанализировать компанию, посмотреть отчет, заново сделать переоценку компании. Ну а если вам кажется это все сложным, и вы не хотите читать отчеты компании, следить за котировками, да и вообще проявлять какую-то инвестиционную деятельность, связанную с поиском и отбором акций, то для вас есть тоже удобные инструменты. Это ETF-фонды. Покупайте и не беспокойтесь. Выбирайте глобальные индексы, технологичные компании, и инвестируйте по принципу «купил и забыл». Ну а теперь давайте перейдем к самому портфелям. Здесь все акции, но для удобства я сделал отдельную Excel-табличку, которую разделил по секторам. Желтым цветом я отметил компании, лидеров в своей области. Считаю, что эти компании нужно обязательно включить в свой портфель. А вот красным ответил компании, которые хотелось бы видеть в портфеле, но пока и те, и другие стоят достаточно дорого. Но можно сказать, это те компании, за которыми я пристально наблюдаю. Давайте начнем разбираться с кибербезопасностью. Как раз-таки это и были мои последние покупки. Я считаю, этот сектор будет расти, как, собственно, и полупроводники. У меня сейчас акцент именно на технологическую отрасль. Я слежу не только за биотехами, но и за IT-компаниями. Кстати, весь список компаний, за которыми я слежу, находится в чате для спонсоров. Итак, аналитики прогнозируют, что глобальный рынок кибербезопасности будет расти по разным источникам на 15-20% в год, вплоть до 2025 года. То есть кибератак, каких-либо угроз с каждым днем становится больше. Соответственно, те компании, которые работают в этой сфере, будут больше зарабатывать и расти. По-хорошему, можно было бы купить ETF-фонд. Но я решил создать свой, в который могут войти Fortinet, Polo Alto, Octo, Wallis. Да много компаний. И я планирую докупить еще 2-3 с долями по 3% от портфеля. Но давайте к тому, что уже есть. Это Checkpoint. Доля составляет 6%, средняя покупки – 121 доллар. Пока что в минусе на 3%. Купил ее совсем недавно. После отчета акции упали на 12%. Я воспользовался этим моментом, но сейчас цена еще ниже. Компания Checkpoint отвечает практически всем требованиям для растущего актива. Это крайне высокая маржинальность, растущие денежные потоки, полное отсутствие долговой нагрузки, большой обратный выкуп акций, что стимулирует рост котировок, а также дешевая рыночная оценка и низкие мультипликаторы. Единственный момент, за которым нужно следить – это как будет расти акционерный капитал. Если он также продолжит стагнировать, как сейчас, то я буду вынужден продать акции компании. Пока цели такие – держать как минимум 1-2 года. Ожидаю рост до 15% ежегодно по этой компании, но нужно активно мониторить каждый отчет компании и следить за тем, как меняется акционерный капитал. Итак, идем дальше. В последнее время акции полупроводников очень востребованы на рынке, и сейчас практически все компании перекуплены. Я выбрал одну из самых дешевых по фундаментальным мультипликаторам – это Corvo. Вошел я небольшой долей – 3% со средней 169 долларов. Думал, что будет еще корректироваться и немного докупил бы, но этого не случилось. И решил, что лучше добавлю еще 1-2 компании, так же, как к секторам кибербезопасности. Конечно, в идеале это была бы NVIDIA, но в нее сейчас вложено столько ожиданий, что акции торгуются на историческом максимуме, а мультипликатор P&E также чуть ли не самый большой за все время. Также я обратил внимание на Amplied Materials. По мультипликаторам она недорогая, но все-таки ее надо подробно изучить. Было много вопросов по Qualcomm, я за ней не слежу. Считаю, что Qualcomm – это нестабильный бизнес. Не знаю, от чего это зависит. Может быть, менеджмент. Вижу, что нет стабильного роста выручки и прибыли. Итак, что касается компаний PORV, возможно, кто-то слышит о них впервые. Я пару слов о ней скажу. Это поставщик аппаратного обеспечения передачи данных. В основном это компоненты для радиочастотных передатчиков. Клиентами компании являются Apple, Huawei и другие производители электроники. Также у компании есть успехи в 5G-разработках. В общем, я считаю, компания хорошая, с перспективами роста и ожидаю, что акции будут расти на 10-15% в год. И по прогнозам аналитиков, средняя цена составит 197 долларов уже в этом году. Я планирую держать в долгую, также мониторить отчеты и смотреть за тенденциями роста. Ну и докупать еще акции из сектора полупроводников. Ну а далее давайте пару слов про Apple. Все-таки доля одна из самых больших – 10%. Это достаточно много, но я уверен в компании и планирую ее держать. Средняя у меня 122 доллара 70 центов. Небольшой плюс имеет 6%. Ну у Apple очень много разных сфер деятельности, которые ей приносят прибыль, вплоть до электромобилей. Но я еще делаю ставку на ее платежный сервис Apple Pay. Компания собирается делать аналог кошелька PayPal. А сейчас это одна из последних тенденций перенести криптовалюту в один кошелек. Но об этом я чуть подробно расскажу, когда буду говорить о компании PayPal. Ну а что касается их айфонов, то последние результаты показали, что спрос на новый айфон выше, чем предыдущие годы. То есть прибыль и выручка будут расти. Но и не забывайте про buyback. Он один из самых больших на рынке. Пока все это работает. Но единственный момент, который меня настораживает, это то, что совсем недавно фонд Баффета продал немного акций Apple. Но я думаю, что у него очень большая доля была, порядка 40% от всего фонда. Думаю, это скорее всего фиксация прибыли и диверсификация. Баффет сейчас переходит в цикличные активы, типа нефтянки. В общем и целом, отчеты по Apple я читаю. Пока меня все устраивает. Здесь вы еще можете видеть компанию Microsoft. Я считаю, это суперкомпания, которая имеет разработки по всем направлениям. Такого гиганта просто необходимо иметь в портфеле. Но после последнего отчета цена показала исторический максимум. Поэтому я пока без акций. Далее финансы. А конкретно платежные системы и криптокошельки. PayPal. Доля 5% и уже отличный плюс 27%. PayPal это платежный сервис. Совсем недавно на встрече с инвесторами Дэн Шульман, это гендиректор, сказал, что компания планирует позволить пользователям приложения не только оплачивать покупки, но и торговать акциями и создавать сберегательные счета. А такие изменения могут увеличить количество активных пользователей к концу 2025 года до 750 миллионов человек. Тем самым PayPal предполагает, что через 5 лет выручка увеличится в 2 раза. Компания расширяет количество услуг и стремится стать финансовым суперприложением. Но после таких заявлений котировки компании резко пошли вверх. PayPal очень волатильная акция и меня уже посещают мысли о фиксации прибыли. Поэтому не удивляйтесь, если после таких хвалидных отзывов вы увидите, что я продал акции. Но я буду следить за компанией и точно буду в нее инвестировать. Также в моем отшлисте находятся компании Mastercard и Visa. Но этим компаниям трудно будет вырастить в 2 раза или 3. У них капитализация огромная. Поэтому я делаю ставку на PayPal и Square. Square это конкурент PayPal. Тоже разрабатывает кошелек для криптовалюты. И на мой взгляд за этим будущее. Когда у нас в одном приложении будет клады, акции, валюта, крипта. Ну а что касается банковского сектора, то я отмечу JP Morgan. Это самый крупный банк. Гигант в своей отрасли. Это актив ростовой и плюс он платит дивиденды. Он подходит по всем параметрам. Facebook. Это классический ростовой актив. Мне нравится бизнес компании. С каждым годом он генерирует все больше и больше выручки и чистой прибыли соответственно. А маржинальность всегда на высоком уровне. Да и по мультипликаторам эта компания одна из самых дешевых из большой пятерки. Не удалось мне набрать позицию. Пока имею одну акцию. Доля совсем незначительная. Чуть больше 2%. Буду покупать в районе 260. Ну хотелось бы увидеть пониже. 250. Но будем надеяться, что будет коррекция. И еще такие цены мы увидим. Также планирую держать в долгую. Далее Pinterest. Это также социальная сеть. Только растет она огромными темпами. Куплена в рамках венчурного портфеля. Поэтому она не соответствует моим принципам отбора ростовых активов. По ней совсем другие цели. Их мы обсуждали в венчурном портфеле. Если интересно, посмотрите. Два выпуска на канале уже есть. Ну а далее у нас производители компьютерных игр. В этой индустрии очень много денег. Но не так уж много публичных компаний, на которых можно хорошо заработать. Лично я выбрал наиболее интересный вариант. Это Take-Two Interactive. Здесь была сезонная цель. Как известно, пики продаж игровой индустрии приходятся на декабрь месяц. В первую очередь связано это с рождественскими праздниками. На этот период приходится много подарков для детей. Я планировал продать акции после отчета за четвертый квартал. Также ожидал хороших результатов. Но в принципе так это и произошло. Однако я не учел такой момент, что компания занизит прогнозы на следующий финансовый год. Котировки Take-Two упали. Поэтому если рост индексов продолжится, то и акции компании будут расти. Других триггеров роста я пока не вижу. Если котировки придут в район 205-210, буду фиксировать прибыль. И обратно покупать эти акции в сентябре, а может быть в октябре. В итоге у меня сейчас на Take-Two приходится 8% портфеля и акции приносят плюс 22%. В принципе неплохо. В целом сама индустрия видеоигр растет достаточно серьезными темпами по 15-20% в год. Здесь бы я отметил компанию Zynga. Это небольшая компания, которая может расти быстрыми темпами. И ее также как Gloomobile может поглотить крупная игровая индустрия. Далее у нас Alibaba. Это огромный генератор кэша в глобальном масштабе. Компания занимается не только электронной коммерцией, но и разрабатывает новейшие технологии. К примеру, Alibaba предлагает полный спектр облачных сервисов для клиентов по всему миру. И я вижу в этом огромный потенциал роста. Я рад, что удалось набрать неплохую позицию. Доля составляет почти 7%, средняя 247 долларов. Но спросите вы, откуда такая уверенность? Я скажу так. Вы просто посмотрите на последние отчеты компании. Что они показывают? Да то, что компания может расти такими темпами еще много лет. Хоть Alibaba и столкнулся со значительными рисками в виде китайских властей, но я уверен, что на долгосрочной перспективе это никак не скажется. Компания и в будущем будет продолжать приносить отличную прибыль инвесторам. Следующий у нас Walt Disney. Это одна из тех компаний, которые стоит покупать чуть ли не по любой цене. У Disney ожидается очень много триггеров роста в ближайшие годы. Чего стоит только стриминговый сервис, который растет огромными темпами. А инвесторы настроены очень оптимистично насчет него. В других же сферах бизнеса, таких как парки аттракционов, съемка новых фильмов, дела обстоят не так хорошо. На их восстановление может потребоваться еще год. Но когда это произойдет, инвесторы должны ожидать, что акции компании вырастут еще больше. И это та компания, акции которой я буду покупать на коррекции. Сейчас доля составляет практически 5%. Планирую увеличить ее до 6, может быть даже 7. Приносит она мне сейчас плюс 67%. И у меня это инвестиция в долгую. Чего не скажешь о следующей компании из потребительского сектора. Tesla. Конечно, это спорная акция в портфеле долгосрочного инвестора. Кто-то считает Tesla пузырем, кто-то наоборот, поют дифирамбы. В любом случае к Tesla нет равнодушных. Я покупал давно, в спекулятивных целях, но решил оставить на долгосрок. Сейчас она показывает положительную динамику роста и чуть ли не самая прибыльная во всем портфеле. Плюс 46%. Но это одна из тех акций, которая будет продана, если потребуется кэш. В общем, пока что я держу. Доля приличная, почти 6%. Однако отмечу, что Tesla считаю очень рисковым вложением. Ну а далее, automatic data processing. Это вообще дивидендный аристократ и чуть ли не единственный в IT-индустрии. Актив интересный. Подробно я о компании снимал видео обзор. Я прикреплю ссылочку. Компания подходит под стратегию рост плюс дивиденды. Сейчас дивы не такие большие 2,2%. Но в момент покупки дивидендная доходность была в районе 4%. Средняя у меня составляет 134 доллара. Доля почти 3%. Рост акций в портфеле практически 24%. Покупал я на просадке в прошлом году. После того, как менеджмент занизил ожидания по выручке и прибыли на следующий квартал. Цель у меня такая же. Держать в долгосрочной перспективе. Если будет просадка, эти акции я с удовольствием буду добирать. Ну а что касается HealthCare, а конкретно биотехов, то тут давайте кратко расскажу. Их и так уже много на канале. По каждой из этих компаний есть отдельный обзор. Посмотрите, если какая-то вас заинтересует. Я отдельно посчитал, что только на сектор здравоохранения приходится 14% моих инвестиций. Это от всего портфеля. И все они куплены на долгий срок. Такие компании, как G1, частично Atara, Bluebird куплены для венчурного портфеля. А буквально пару дней назад ввалились акции Bluebird из-за сообщения о подозрении серьезных побочных эффектов у одного из пациентов. И компания вынуждена была приостановить все свои разработки. Но я подробно об этом писал в телеграм-канале. Так что присоединяйтесь. Там я, кстати, сразу выложил скрин новой покупки. Все же я решил усрединить акции Bluebird. Тут не стоит повторять моих действий. Стоит помнить, что инвестиции в биотехи это большой риск. У Atara самые передовые разработки в карте терапии. Препарат уже на третьей стадии. И в этом году все инвесторы ожидают, что компания его успешно закончит и получит одобрение. Соответственно на ожиданиях акции могут расти. Но вот похожая ситуация случилась с G1. Препарат одобрили. Ну вот крупные инвестфонды и спекулянты сработали по принципу покупай на слухах, продавай на фактах. И обрушили котировки компании. Но прогнозы по ней хорошие. В принципе по Atari и G1 мы можем ждать X2, а может быть даже X3 уже в этом году. В общем я держу в долгую. Если получу 100% прибыли по одной из компаний, то буду пересматривать свои цели. Vertex. В моем портфеле компания Vertex просела более чем на 10%. И я буду усреднять позицию, если цена подойдет к 205, ну может быть чуть повыше. Но к этой компании есть вопросы. Vertex по сути зависит от одного препарата от муковицидоза. То есть у нее их три, но все они от одной болезни. А второй момент это конкуренция. Однако есть и плюсы. Сейчас акции Vertex покупает ARK INVEST. А это значит, что за ним будут повторять многие. То есть будет волатильность. А второй момент есть отличный триггер роста. Летом должна быть подана заявка на препарат 3KFTA для лечения детей с 6 лет. И это может стать хорошим триггером роста. В целом компания хорошая. Но насколько перспективна она будет в будущем? Это главный вопрос. Я наметил себе цель. По ней 250, может быть 260 долларов в течение 4-6 месяцев. Далее я ее пересмотрю заново. Если все так и будет продолжаться, новых препаратов в паймплане не появится, то я буду продавать. Далее по сарепте давайте пару слов. Я настроен оптимистично. У компании 42 молекулы в разработке. Насколько я знаю, только у биогена больше. Если будет просадка, я докуплю еще чуть-чуть. Сейчас у меня позиция оптимальная, чуть больше 2%. И есть небольшой плюс. По ней мы можем вполне увидеть рост на 30-40% уже в этом году. В принципе триггером может послужить какая-либо положительная новость на прохождение любого препарата одной из фаз. Что касается аллогена и зайнекс, доли совсем здесь незначительные. Если они вам интересны, то по ним вы можете посмотреть обзоры. Единственное, что отмечу, я планирую нарастить долю в компании Аллоген. Планомерно, не спеша покупая в течение года. Выжидаю небольшой коррекции или небольшого отката в цене. Ну вот такой обзор ростовой части моего портфеля получился. Не знаю, как вам такой формат. Интересно или нет, пишите в комментариях. Обязательно подпишитесь, если этого еще не сделали. Также не забудьте подписаться на закрытый телеграм-канал. Ссылочка в описании. Ну и пишите вопросы в комментариях. А на этом у меня сегодня все. Всем спасибо за внимание.